Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, оказался местом судьбоносных для российского автопрома заявлений. И больше всего таких заявлений сделал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Так, в интервью РБК глава автогиганта рассказал, что компания продолжит работу над следующим поколением Гранты. В серию пойдут седан, универсал, а также некая продвинутая модель, то есть, скорее всего, кроссовер. Напомним, что новая Гранта была заложена на базе третьего Логана. Поэтому после ухода Рено почти готовый проект пришлось заморозить. Очевидно, что причиной этого стало отсутствие необходимых для производства компонентов. На то, чтобы найти нужные детали, как уверяет господин Соколов, уйдёт пара лет. При этом, как известно телеканалу АвтоВАЗ, ключевые элементы, двигатель, трансмиссия и другие, изначально закладывались отечественными. Выпускать семейство, которое, возможно, получит совсем другое имя, планируется на конвейере, с которого сейчас сходит нынешняя Гранта. Её, в свою очередь, перенесут на третью нитку, что нынче загружена сборкой НИФ обеих генераций. Ещё одна задача, поставленная перед ВАЗовскими инженерами, — создать принципиально новый кроссовер на платформе Весты. Правда, к созданию амбициозной новинки инженерный корпус пока даже не приступал. И, конечно, в ближайшее время планируется возобновить производство почти всего модельного ряда марки. Largus вернётся на конвейер зимой, на стыке 22 и 23 годов, а обновлённая Веста — следующей весной. А вот модель X-Ray, построенная на французской платформе и с агрегатами из ассортимента Renault, навсегда выбыла из гаммы автоваза. В этой машине оказалось избыточно много импортных комплектующих, а спрос не дотягивал до планового. Напомним, выпуск высокого хатчбека стартовал под конец 2015 года, а в 2018 году появилась кросс-версия, отличающаяся фирменным обвесом кузова и увеличенным дорожным просветом. В прошлом году россияне приобрели лишь около 22 тысяч X-Ray. Другое заявление сделал вице-премьер, а по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, премьера долгожданного кроссовера Aorus Commandant состоится 29 сентября на московской ВДНХ. Напомним, что технический комендант представляет собой платформу седана Сенат, на которой водрузили пятидверный кузов. Предполагается, что именно SUV станет самой продаваемой моделью под маркой Aorus. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...